Всегда выбирается самый трудный путь, на нем вы не встретите конкурентов. Эти слова принадлежат экс-президенту Франции, известному политику Шарле де Голю. Но в современной жизни избежать конкуренции почти невозможно. И не нужно, потому что постоянное соперничество компаний держит их в тонусе, способствует росту инноваций и улучшает качество товаров и услуг. Сегодня в антимонопольной службе прошла пресс-конференция по итогам работы первого полугодия. Чаще всего юридические и физические лица жалуются в службу на ресурсоснабжающие компании, органы государственной власти и местного самоуправления. Руководитель Чувашского УФАС Вячеслав Борисов рассказал о нескольких характерных для службы делах. Так было рассмотрено обращение физического лица о плате за присоединение к электрическим сетям, которое в десятки раз превышало установленную законодательством в 550 рублей. Оказалось, со стороны сетевой компании счет был выставлен по индивидуальному тарифу. Тогда компания получила предупреждение и почти сразу его исполнила, но решила спорить его в суде. Суд встал на сторону антимонопольной службы. В компетенции службы находится и контроль за рекламной деятельностью. За последние полгода участились жалобы от жителей города и представителей религиозных конфессий на неэтичность ряда рекламных баннеров, из-за чего в Совет экспертной комиссии было решено включить представителей православной и мусульманской церквей. В последние годы с принятием 4-го антимонопольного пакета, как уже я не раз говорил, основной крен работы антимонопольных органов перешел с пресекательного контроля, то есть когда выявляются нарушения и привлекаются к ответственности, к предупредительному контролю. А после конференции состоялось открытое заседание по делу спецавтохозяйства. Напомним, что непростая ситуация с ценами на вывоз твердых бытовых отходов в Чебоксарах возникла в феврале 2017 года, когда с открытием нового полигона стоимость услуг увеличилась более чем в два раза. Государство не регулирует этот тариф, а специалисты Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и компании спецавтохозяйства не могут прийти к единому мнению. Первые заявляют, что цена 340 рублей за один кубометр является достаточной, вторые настаивают на цене в 500 рублей. Из-за необходимости в дополнительной информации и документах рассмотрение дела перенесли на 24 августа. Мария Леончик, Сергей Адушкин, Республика.